здравствуйте и я очень рад приветствовать студии бить на русском бориса гребенчикова здравствуйте здравствуйте борис борис когда последний раз были в россии последний раз я был в россии 23 февраля когда мы играли концерт в городе петербурге и весь концерт все три часа у меня было страннейшее ощущение которого у меня не было никогда не было ощущение что мы играем в мюнхене в 1939 году ничего себе и весь концерт меня так чуть-чуть мурашки шли хотя зал встречал замечательно все было хорошо но что-то было ну через шесть часов они ввели войска а как вы об этом узнали я в то время еще читал новости у меня было это удивительно дурацкая привычка что почувствовали тогда а у меня были билеты на самолет в лондон где я живу поэтому не интересовало не отменят ли вы знаете когда я узнал о том что началась война я два дня слушал вашу песню истребитель и вот эта фраза те пилоты мы с тобой это что получается те пилоты это мы с вами мне страшно нравится и мне удивительно восхищает это стремление всех русских которых я знаю обязательно кричать что мы в этом виноваты ребята если вы в этом виноваты идите на площадь и вас раздавит танком и вашим родителям и детям будет от этого приятно ну когда теренок бодается с дубом как правило все таки дуб остается на месте но тем не менее когда ты осознаешь что твоя страна напала что делать как жить с этим не моя страна это моя страна со мной клика людей которые захватили власть обманом моей стране не имеет ни малейшего отношения понимаете смотрите вот вы живете в доме и ночью люди взламывают дверь и поселяются у вас бандиты хорошо это ваш дом их дом чей дом и мой тоже ведь ну он захвачен понятно но тем не менее никогда не нужно путать россию который россия это не не конкретный уголок земли или не конкретная береза россия эта культура россия это русский язык это музыка это живопись этого все русское искусство это россия ну ее захватить нельзя но вы наверняка кстати слышали разговоры о том что если мы сейчас посмотрим на русскую культуру из сегодняшнего дня то мы видим как русская культура действительно во многом сформировала такое имперское сознание в чем например я не замечал что пушкин формировал имперское сознание ты читаешь его ну да он обращается к царю тому года вот этому ну хорошо такие были условия я принимаю потому что я ищу в нем в пушкине александр сергеевича не его отношения с государством которые меня глубоко не интересуют а меня интересует та гармония которую у него в сердце потому что мы живем не ради скандала это гармония так или иначе вы сказали о том кто захватил власть а вы как для себя определяете знаете есть в германии писатель владимир каминер который как-то так сформулировал что власть захватила ленинградское отделение кгб в общем если по именам посмотрим действительно похоже на то знаете так плохо знаком с ленинградским отделением кгб что не могу сказать ничего они наверное зато свое время за вами за вами в широком смысле за рок музыкантами за ленинградским роком следили внимательно естественно не курировали его если говорить опять же о том что все таки это выходцы из ленинграда вас это как-то удивляет или никак не трогает меня это абсолютно не интересует это могут выходцы из уфы или из мелитополя или откуда угодно а когда вы жили вот в эти восьмидесятые девяностые там она восьмидесятые по крайней мере что-то предвещало что люди которые управляют этим городом которые управляют спецслужбами в этом городе будут такими понимаете мы были не в оппозиции к власти мы жили абсолютно независимо от власти мы с ней никак не пересекались ну кроме как в отделении милиции и они нас не интересовали мы жили настоящей жизнью то подобие жизни которые влачат они это их выбор господи ну если люди так выбрали я не могу им указывать советский союз 70-х 80-х получается предоставлял возможность жить параллельной от себя даже северная корея и южная корея предоставляет такой возможность если уметь это делать я знаю монахов которые спокойно себя в горах сидят и там в корее и все у них хорошо и в современной россии соответственно тоже можно где угодно но возвращаясь опять же к ленинградским прошлым делам вы знаете я когда перечитывал некоторые вещи наткнулся снова на историю вашей встречи с бастрыкиным в свое время и мне это честно вам скажу безумно интересно я так понимаю что он как раз человек который курировал по комсомольской линии все эти рок-дела потом вот вы пересеклись о чем вы говорили понимаете во первых маленькая маленькая поправка курировать музыку невозможно это правда не с одним из то есть те кгбшники которые курировали рок-клуб они занимались просто сбором информации которая помогла бы им посадить кого кого нужно если будет нужно все к музыке они не мере не морейшие отношения как можно курировать музыку я не понимаю как можно курировать культуру я не понимаю ну они понимают видимо но возвращаясь все-таки не ошибаются расскажите а как вы наверняка обсуждали в том числе прошлое что это за человек на центр ничего не могу сказать потому что это была встреча который меня замечательный джентльмен по имени иосиф кобзон попросил меня об этой встрече вот поскольку к иосифу я отношусь теплейшим чувством и с уважением потому что он как раз из тех профессионалов которые соблюдают правила и поэтому за это его можно было уважать и когда был норд-ост он пошел договариваться и мое глубочайшее уважение так вот иосиф меня попросил о том что устроил эту встречу понимать это как со смертью отказываться но не так просто и мне под и потом мне всегда страшно интересно мне было всегда интересно встречаться с людьми имеющими ту или иную власть просто посмотреть что у них внутри ох как интересно и что у него ну я вглядываться не стал то есть они хотели мне предложить выгодную для них сделку мне эта сделка была ну совсем неинтересно поэтому я сказал чтобы моему глубочайшему сожалению я ничем не могу им помочь но эти наши отношения кончились хотя этим вечером он пришел с дочерью к нам на концерт хорошо а на кого еще из тех кто обладает этой самой властью вам интересно было посмотреть и вы попытались что-то разглядеть не вы знаете ну я никогда по своему желанию этим не занимался потому что меня слава богу есть более интересное занять я верю но те люди которые используя свои полномочия настаивали на какой-то встрече я их видел сколько-то несколько человек я видел люди как люди ничего не могу сказать их моральные качества находятся вне моего суждения а вам понятно как вот вроде бы люди иногда даже слушающие вроде бы правильную музыку как дмитрий медведев например да как они превращаются вот в такой извергатель ненависти генератор ненависти если в двух словах то они и из соображений выгода подключаются к очень неприятным материям которые постепенно начинают выедать их сознание их создание трансформируется это то же самое происходило в третьем райхе то же самое происходило я думаю что и в древнем риме тоже поэтому мы имеем сейчас когда мне со мной случается приступ чтения новостей нас по счастью редко я смотрю на то что многие из них говорят видно что это уже не люди совсем то есть это даже не маски это действительно формация мышления это называется ну как как это называется когда когда демона владевает человеком одержание что-то в таком одержимость вот они они одержимы они одержимы бесом это их выбор кто я такой чтобы говорить хорошо это или плохо борис борис борисович когда вышел ваш альбом 500 на рубеже веков я просто помню как я его слушал и он мне безумно нравился но мне казалось но это же уже не про наши времена сейчас же все хорошо и есть демократическая система и так далее альбом был очень такой вы тогда что наивность всех людей меня поражает и восхищает вот я я счастлив что люди так наивны я действительно я действительно только сейчас оглядываясь туда понимаю насколько он оказался пророчески я как раз по моему сидя у рената земфиры дома с кем-то беседовал с какой-то замечательной прекрасной дамой о том что было я говорю ну это же был было понятно как то что происходит сейчас это же 20 лет назад не было понятно ну как то мы думали что все обойдется я как математик могу сказать точно не обойдется если что-то идет катится под горку то она будет катиться под горку все это было запрограммировано это было запрограммировано а как как что вам дало это понять ну вот после таких ошеломляющих 90-х после этого глотка свобода или это не мерещится этот глоток свобода когда я был зачат мы еще делили со сталиным нахождение в одном в одном мире сталин умер когда мне было три месяца в животе мамы так что я все это вижу поэтому доверие к власти у меня 0 самого начала и это меня сильно помогает как интересно получается то есть в этот этот всплеск в 90 это был только как бы риск всплеск свободы если бандитизма а мне кажется что одно идет под руку с другим а если это так то это значит что 90 действительно лихие и в этом смысле пропаганда которая обзывает 90 самыми последними словами и пугает нас 90-ми а у все люди которые имеют власть в 90 как раз там и были да так и есть ну так о чем говорить это называется заметать следы в 90 все было плохо то что мы из 90-х об этом говорить не будем но на ваш взгляд 90 это действительно не время надежд надежды честно говоря у меня были в течение полутора дней в какой-то момент я подумал а вдруг у нас на самом деле все будет хорошо кто-то через полтора дня понял что это ничего не будет знаете было в девяносто до первом году то есть 93 и какой-нибудь девяносто шестой вы уже переживали глядя на это обреченно так сказать как не обречен почему обречен ну понимаю что все запрограммировано россия прекрасная страна с прекрасными людьми с миллионами прекрасных людей я это знаю очень хорошо потому что все таки сколько у нее лет гастроли было 40 лет непрерывных концертов по всей россии поэтому россию знаю достаточно хорошо и отвечаю за свои слова в россии россия полна прекрасными благородными достойными людьми к сожалению большая часть из которых сейчас вынуждена была россию покинуть а вы чтобы не не попасть в тюрьму или не быть убитым да а вы можете сказать про какой-то период что эта страна была нашей и она она вся наш наша вся земля не только эта страна вся земля наша только от каждого отдельного человека зависит как далеко и как глубоко он хочет пойти дело каждого не обязательно сбиваться в ставе совершенно не обязательно я честно могу сказать мне еще одна строчка из 500 запала в душу как когда я в принципе рассуждал россии куда она пошла в нулевые наше счастье изготовлено в гонконге и польше да а где изготовлено счастье или как выглядит счастье россии будущем ну если есть и фантазировать и считать что когда-нибудь через несколько поколений не раньше потому что это поколение уже отравлено ненавистью костов ко всему остальному миру огромное количество людей отравлено этим должно пройти но минимум там не знаю 50 или 100 лет чтобы это прошло если когда-нибудь в россии будут благородные и достойные правители которые в первую очередь покаются перед русским народом за то что было сделано в двадцатом веке тогда может быть через поколение если будет хорошая система образования все начнет меняться пока нет образования меняться ничего не будет как же этот миф о советском образовании лучшим в мире он он миф не почему очень многие насколько мне известно очень многие выпускники российских вузов имеют преимущество по отношению к ученикам там британских или американских или французских каких-то учебных заведений потому что на самом деле обучение было очень хорошее но обучение цифрам и формулам это еще не все еще есть этические вещи которые школа должна преподавать в первую очередь вот с этим у нас пока плохо борис борисович когда алла пугачёва вступилась за максима галкина да и сказала какие-то слова но молодец у моего уважения к ней всегда было огромным тут просто она зашкалила да и когда например и в оси провели свой концерт в москве в москве давно большой зал вот эту вот я вот вам рассказываю новости не знаете я вам рассказываю что очень многие политологи в том числе и то и другое воспринимали как важный перелом а почему на ваш взгляд да вот перелом что вот теперь может быть кто-то что-то поймет вот когда алла пугачёва сказала может быть кто-то что-то поймет вам понятно почему они от вас ждут так многого почему ваши слова на их взгляд должны что-то изменить знаете все что когда-либо делал аквариум все что когда-либо делал я сводится к одной очень простой вещи мы показываем своим примером и всем что мы делаем что можно жить по-другому что у каждого человека есть свобода совести не только свобода одеваться или демонстрировать это и это или это выбирать внутри что ты есть на самом деле потому что ведь большая часть если признаться самому себе в этом то большая часть людей лишена такого выбора и не знают что можно по-другому и судя по количеству ну сотни буквально писем не тысячи писем которые мне приходят люди пишут в основном именно это спасибо что вы показали мне что вот что оказывается все не так плохо или оказывается что можно по-другому вот и мы просто пока мы зеркало мы показываем людям чем они могут быть если вдруг кто-то из наших зрителей не видел потрясающий клип на мой взгляд одно из лучших вообще что появлялась за последнее время на русском языке клип бабушки на вашу песню ой вот замечательным волком и бабушкой обязательно посмотрите но вот в этом в этой формулировке бабушки есть как будто бы заложен заложена поколенческая оценка на ваш взгляд смена поколений дает автоматически надежду на изменения нет если взять ту же самую корею то сколько там поколение не будут меняться пока наверху есть люди которые у них там есть они будут делать все чтобы никто не посмел вылезти из петли поэтому поколение могут меняться как угодно но вы же видите много поколений в россии вы видели как они менялись том числе есть надежда на позитивный сдвиг или нет знаете надежды юноши питают лучше не надеется лучше не надеется а делать надеется это всегда но немножко так отношение спустя рокова я надеюсь что все будет хорошо не надеюсь возьми лопату и сделай что-нибудь перестань надеяться или верить я верю что не верь не верь работой они не верят работа из единственный ключ ко всему товарищ верь вспоминается а вот катерина гордеева даже сказала такую фразу я никогда не унижу себя надежды когда я вручали премию вот это вот это я понимаю да это а почему объясните как это отзывается что на что надеется на что на то что случится чудо и придет справедливый правитель или умный управляющий я умоляю можно как-то по-другому тратить свое время ну может быть на правителя нет конечно но что тогда должно поменяться что в чем в людях не знаю в нас в обществе в россии вы знаете то что должно было бы поменяться никогда не поменяется одна очень простая вещь чтобы люди научились думать к сожалению привить этого нельзя это происходит с одним процентом двумя-тремя процентами людей остальные 99 разве не 97 они разве не люди они тоже люди их не научили думать они не умеют они хотели бы может быть но не умеют поэтому их нужно относиться к ним сердцем что по поводу отношения с сердцем борис борисович вы знаете ну вообще война время когда сердца уже ожесточаются и и некоторые мои знакомые я не буду говорить их имена потому что они говорили это в частном разговоре но признаются что раньше они были уверены что никогда никому не пожелают плохого и уж тем более не захотят кому не пожелать кому-то смерти или кого-то убить а вот сейчас есть такой человек до которых который у них вызывает эти чувства я не понимаю философского этого размышления то есть стремление философствует скажите если вы будете идти по улице и неприятный джентльмен будет насиловать маленькую девочку вы возьмете камень чтобы дать ему по голове конечно все хочу мы говорим не нужно никому желать смерти если нужно сделай а если человек вне твоей досягаемости но происходит нет я не призываю никого убивать я просто говорю что есть случаи когда никакого возможно возможности уклониться нет поэтому тоже делай то что можешь каждый человек обязан делать то что он может если можешь помочь помоги не можешь иди выпей но вот это ожесточение скажем тогда сердец вы почувствовали его или нет последние полгода или когда вы не смотрите новости как нет нет я не читаю новости просто потому что выясняется я специально поставил эксперимент я сейчас когда был где-то в начале в начале прошлого месяца где-то мы играли я просто понял что новости занимают у меня там час в день а реального чем уже несколько лет а реального изменения они никакого мне не дают я думаю дай-ка я попробую не читать новости я перестал читать три газеты которые я читал все время и выяснил что ничего не меняется все что нужно узнать мне рассказывают точка зрения и стиль журналистов меня не интересует я в курсе событий все все что мне нужно и поэтому что тут можно сказать нужно жить а вы себе представляете в ближайшие пять лет концерт в киеве нет настолько много писем полных ненависти с той самой украины я вполне понимаю господи ну если у человека не хватает ума понять что есть разные люди но в принципе это называется нацизм когда люди говорят что все люди этой нации подлежат смерти вообще это нацизм не все равно это говорят русские украинцы немцы кто угодно но их вы понимаете сейчас это я понимаю я понимаю почему они так думают просто не хватает чуть-чуть серого вещества чтобы понять что когда-то судя всех под одну гребенку ты в общем калечишь сам себя ну конечно просто обстоятельства в которых они так и чудовищные то есть то чтобы то что произошло 24 февраля это пощечина всему человечеству это мало сказать преступление это оскорбление оскорбление всего что значит на чем человечество держится в центре европы господи боже ну видите демоны ездим вам грустно что вы не поедете в киев ближайшие пять лет кстати у меня настолько плотное расписание мне хочется сделать так много и так мало осталось времени что выбирать куда я хотел бы поехать а когда вы видите здесь берлине например то вчера в церкви в других городах европы людей и сравнивать их с теми что приходили на ваши концерты и петербург это те же люди и в киеве и в виннице и в одессе все эти люди теперь ну не все но очень многие теперь здесь это та самая россия и русская культура которая вне границ нет россия и русская культура вне людей даже даже так у нас людей есть очень странный антропоцентрический взгляд мы считаем что мы пуп вселенной нет мы же гуманисты это тоже глупое слово происходит какие-то энергетические сдвиги потоки все остальное а мы просто те частицы которые помогают которые движутся в этом во всем нужно перестать обращать внимание меньше обращать внимание на себя больше на то в чем ты участвуешь тогда все становится значительно более понятно а вот по поводу веса слов вы знаете многие говорят что теперь те кто остается в россии до их слова звучат более весомо чем те кто вне россии наши слова с вами здесь превращаются в сумму слогов или это тоже важные слова которые достигают кого-то внутри россии важность слов зависит только от убеждения того кто и говорит есть люди слова которых пыль и они ничего не значат вообще есть люди слова которых может поменять ход звезд это зависит просто от того что это за человек тем более где он это говорит а что она ждет есть или могут быть такие фигуры сейчас они не сюда один мой известными человек в индии он принципе суфийский учитель он как-то раз смеясь говорил что вообще есть возможность того что судьба человечества определяется тремя-четырьмя оборванными стариками с палками которые покрыты им пылью которые где-то в гималайи встречаются и говорят но что этого оставим давай он надоел дай к другу так поговорят полчаса расходятся еще и это тоже может быть не важно что происходит как называются вот эти потоки в которых мы участвуем важно как мы каждый из нас себя ведет по отношению к ним важно человеческое достоинство все если человеческое достоинство скажем тот же самый упомянутый мной с уважением иосифа кобзон я представления не имею какое на самом деле он имел отношение и положение к преступному миру неприступную миру мне это не волнует я видел этого человека я могу сказать что это был человек исполненный достоинство всех которые держат свое слово все не он устраивает чего себе а сегодня ну ведь есть люди которые поддерживают войну призывают к войне и так далее глупость человеческая неизмерима она была всегда есть и будет всегда поддерживать войну может только человек но полностью лишенный не просто интеллекта просто головного мозга я который не умеет им пользоваться но не умеет и не умеет у меня же есть руки и ноги все равно а у вас после 24 февраля появились люди с которыми вы прекратили общаться вот ровно из-за этого нет зачем я с теми людьми которые теперь занимают удобное власти положение власти в россии я и раньше не очень общался и и потом убеждение человека все таки наверняка есть люди с которыми я не захотел оказаться в одном помещении даже наверняка но кто эти люди пока у меня нет искушения должно быть кто это может быть наверняка они есть а так я предполагал что вот этот человек займет такое такое положение это естественно ну что делать давайте скажем о вашей программе аэростат теперь я надеюсь она будет выходить на эхе и на сайте эхо будет появляться и в этом аудиопотоке который мы делаем для приложения если вы еще не поставили кстати поставьте себе она будет выходить раз в неделю программа аэростат которая поначалу выходила на радио россии в течение по моему семнадцати лет я уже не могу сказать точно вот сейчас я пишу девятьсот десятую передачу или девятьсот девятую какую-то вот она всегда выходила по по воскресеньям теперь когда радио россии не смогло больше принимать участие в этом мы выпускаем просто как отдельный в интернете могут быть в телефоне и в компьютере у каждого так что существует приложение под названием аэростат где все аэростаты все эти девятьсот с небольшой передач все они лежат их можно слушать начиная самого первого начинаешь что я свое время и сделал спасибо да с огромным удовольствием потому что там это такое музыкальное образование в том числе я получаю огромное я получаю огромное удовольствие потому что это ежедневно то есть каждую неделю последние 17 уже 18 почти лет моей жизни я занимаюсь тем что не то что совершенствую стиль а учусь писать просто но интересно и самому это интересно ну я очень надеюсь что мы теперь да будем большую аудиторию в том числе подключать за счет слушателей эхо ну завершая наш сегодняшний разговор вчера был концерт берлине он прошел в церкви вчера был день всех святых альбом называется дом всех святых то я не подумал об этом а я вы знаете в стоял в очередь нужно было нужно было спеть это было интересное сочетание ну день всех святых заменил дом всех святых но все святые все равно участвовали до на ваш взгляд все святые сейчас чем заняты что они тем же что и всегда понимаете сейчас не отличается от того что было десять лет тому назад или сто лет тому назад война на земле идет всегда и она будет идти всегда это в природе человека то что эта война затягивает наших с близких друзей детей внуков ну просто в данный момент вот такая доля выпала нам мы никогда не доживем до времен когда войн не будет это когда вы без человечества когда полностью выбрать человечество до агрессия в природе человека мы не научимся с этим нет нет я в том что человечество научиться не может отдельный человек может а человечество нет всем скопом в рай не пойти он невозможно а если весь скоп уйдет в рай то жизни не останется ну по крайней мере я хочу признаться вам в любви борис борисович и мне кажется что вы как никто вы так много сделали для того чтобы таких людей было как можно больше спасибо вам спасибо я говорю мы просто показываем то что есть в вас спасибо вам большое спасибо до свидания спасибо спасибо